Моторы на запись! Мутер и пира! Вечер камеру! В бане всем службам! Три, два, один! Начали! Добрый вечер! Добрый вечер всем, кто любит отрезать челку канцелярскими ножницами! Ну и вам, родители, мой понимающий привет! В эфире Первого канала самое большое шоу про самых маленьких людей лучше всех! Сегодня в этой студии вновь окажутся самые крутые малыши со всей страны, чтобы показать вам, что они умеют, ну и просто классно провести время! Если кто-то из наших ребят вам особенно понравится, смело голосуйте на сайте Первого канала 1TV.ru Ну а мы готовы начать прямо сейчас! Встречайте Первого героя, который, конечно же, лучше всех! В нашей студии уникальный мальчик, который никогда не убегает от змей! Скорее, они от него! Бесстрашный исследователь змеиного мира! Самый маленький серпентолог Аким Лавелин! Привет, дорогой! Прошу! Здравствуй, Аким! Здравствуйте! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну если ты серпентолог, то, наверное, я должен был с тобой поздороваться так Ну вот мы и обсудили сегодняшнюю программу Это был Аким Лавелин, я Максим Галкин Аким, мне очень радостно, что ты к нам пришел Потому что я никогда не видел таких отважных пятилетних мальчуганов. Потому что я, например, змей боюсь до сих пор. А ты не боишься? Нет. Если их самим не трогать, они вас не тронут. Я по такому же принципу общаюсь с соседями. Ты вот с самого начала не боялся змей? С самого начала. Вот ты себя помнишь с какого возраста? С ноля. А когда ты в первый раз познакомился со змеей? Я сначала смотрел мультик «Голова Медузы Гаргона», и у нее вместо волос были на голове змеи. Жуть какая. И потом я смотрел мультик «Рики-тики-тави», и там были индийские кобры. Я влёкся змеями. Скажи, ну, вот змеи, они же такие какие-то противные такие, какие-то склизкие все такие. Ай, что в них хорошего-то? У них из яда делают лекарства, и я буду делать лекарства из яда, и чтобы никто не стофел, и вы не стофели. А вот ещё мне на день херстень, где мама подарит настоящую кошелевскую змею. Серьёзно? Да. А когда у тебя день рождения? 28 ноября. О, это ещё когда, 28 ноября? Мама знала, что обещать. А вот кошелевская змея сама не ядовитая, питается ядовитыми змеями, и от их яда не умеряет. Да ты что? Поэтому она королевская, да? Да. А у неё есть какая-нибудь маленькая корона там или трон? Нет. Трррррррррона нет? Она, она же не на ногах, а ползает. Не стыдно. А как вообще ползают змеи? Они отдвигаются телом и ползут. Ну вот, а вот как она ползёт? Вот скажи, вот я вот змея, вот как я ползу? Нет. А как? Вот так. А скажи, вот я больше похож на душителя или на ядовитую змею? На душителя. Понятно. Ты даже недолго сомневался, прям сразу сказал, на душителя. А ты кто, если так сравнивать со змеями? Я ядовитая. Ах ты. Потому что я красоткий, а вы длинный. Логично. А вы знаете, почему чёрную мамбу назвали чёрной? Да, почему чёрную мамбу назвали чёрной? Потому что у неё не окраска чёрная пасть чёрная. А у других змей красная пасть. А может у неё кариес? Нет. Тебе никогда мама не говорила, что если ты не будешь чистить, ты превратишься в чёрную мамбу? Нет. В зубах картица ведётся. И тогда ремонтировать зубы надо. А ты с кем сегодня приехала, Аким? С мамой и с сёстрами. Мама Валерия Владимировна вон сидит. Здравствуйте, Валерия Владимировна. А как сестёр твоих зовут? Влада и Алиса. У меня ещё и папа есть. Только он дома. А как папу зовут? Сергей Анатольевич. Давай мы Сергею Анатольевичу туда, в камеру, передай привет папе. Вон, видишь, светится два огонька. Давай. Привет, папа. Привет, Сергей Анатольевич. Отдыхай пока. Мы завтра вечнём. Валерия Владимировна, ну какой у вас замечательный, талантливый сын. Я не сомневаюсь, что и дочери талантливые. А вас не пугает такая страсть Акима к змеям? Ну, абсолютно не пугает. Меня, в принципе, приветствуют все увлечения своих детей и всячески стараюсь их поддерживать. Хорошо. Аким, ну ты любишь свою семью, да? Люблю. Ну вот, замечательно. Очень сильно. Скажи, ты больше любишь змей или своих сестёр? Ну, больше я люблю змей. Слушай, я вам сейчас рассмотрел, а у тебя на затылке выбрита змея. Давай покажем всему залу, давай. Вот, смотрите. О! Круто. Так. О! Аким, это действительно ты провёл экскурсию в московском зоопарке, да? А для кого? Для вас. Ну, это приятно. Для вас, душителей. Ты не договорил. Ну что, давай посмотрим, как это было. Давай. Ой. Это что, прямо на тебе была змея? Да. А-а-а-а. Шуть какая. Это молочная змея, она не ядовитая. Здравствуйте. Я очень люблю змей. Я сейчас их с вами познакомлю. Вот эта змея, которая у меня на руке, молочная змея, она относится к ужовым. А вот, который в террориуме сидит, это ядовитая змея, кремучник, кремельный альбинос. У него есть на кончике хвоста покремушка, который он предупреждает об опасности. Ты не боялся? Нет. В следующем террориуме вы познакомитесь со средней азиатской герцой. Эта ядовитая змея, у неё яд почти такой же, как у кобры. Она летом активна ночью, а осенью и весной она активна днём. Шумящая гадюка. Она очень хорошо маскируется и нападает на жертву из-за сады. В случае опасности она громко шипит. Цепкохвостый ботов шлегеля. Его по-другому называют ресничатая гадюка, потому что у него вырастый чешуек, похожий на реснички. Он висит на хвосте и маскируется под плоды. И когда летучие мыши прилетают кушать плоды, он запьёт её. Всё. И всё. Посмотрите, какая красавица. Великолепная кушая. Она очень ядовитая змея и агрессивная. Обитает она в Юго-Восточной Азии. Она питается ящерицами и лягушками. А сейчас я вас познакомлю со змеями-душителями. Это я, да? Нет, это сетчатопитон. В этом дефектууме сетчатопитон. Он очень хорошо лазает по деревьям и очень хорошо плавает. Обитает в Юго-Восточной Азии по влажных тропических лесах. И он самая крупная змея на планете. А сейчас я вас познакомлю с мадагаскарским удавом. Эта змея-душитель живёт на острове Мадагаскар. Он не откладывает яйца, а рождает живых детёнышей. Это как редкохвосток красный питон. У него очень хорошо развит этих молокатов. Он чувствует по теплу. И он же не может лазать по деревьям. Змеи – это класс. Ну, я тебе могу сказать, Аким, ты очень смелый мальчик. Ты сегодня меня поразил своими знаниями о змеях, своим бесстрашием. Пойдём, Аким, на сцену. Я тебя хочу кое-как с кем познакомить. Пойдём. Напомню, а какую змею тебе мама обещала на день рождения, который будет 28-го, да, ноября? Кошелевскую. Ну что ж, Валерия Владимировна, дорогая, придумывайте новый подарок к ноябрю, потому что шоу лучше всех дарит нашему Акиму королевскую змею! В королевскую змею в студию! Аким, дорогой, вот это самая настоящая королевская змея тебе в подарок от нас. Спасибо. Мне сказали люди добрые, что она не ядовитая. Но ты знаешь, я почему-то за кулисами уже видел других ведущих, которые готовы подменить меня. Если эта информация не совсем верная. АПЛОДИСМЕНТЫ Красавица какая! Как мы назовём эту королевскую змею? Змея Акима. Акима. Ну, не хватает кое-щё чего. Медаль в студию! АПЛОДИСМЕНТЫ Ты, главное, ее не потеряй. Я никогда не чешаю смерть. Так, вот тебе наша медаль. Вот тебе рюкзак с нашими сладостями. Спасибо. Совершенно счастливый Аким Лавелин. Конечно же, он лучше всех. Прошу, Аким. АПЛОДИСМЕНТЫ Совсем скоро ее голос будет поражать публику в Миланском Ласкало или Большом театре. Но свой путь к вершине она начнет с оперного зала шоу «Лучше всех». У нас в гостях оперная дива Ксения Мосина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, Ксения, здравствуй. Здравствуйте, Максим. Может, у тебя сегодня концерт в Кремлевском дворце? Ты просто по дороге заехала? Нет. Нет? Ты специально к нам так подготовилась? Конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А как ты решила петь классическим голосом? Я не решала, если честно. Так, конечно, честно. У нас только честный ответ и привет. АПЛОДИСМЕНТЫ Меня отвела мама на вокал, и уже там педагог сказал, что у меня вот такой вот голос. У тебя какой голос? У меня сопрано. Ну, это самый основной оперный голос. Сопрано. Да. Прекрасно. АПЛОДИСМЕНТЫ А скажи, а какая у тебя цель? Чего ты хочешь добиться в опере? У меня цель петь в Ласкало. Именно в Милане там, да? В Ласкало. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Слушай, ну это замечательно. Это одна из самых титулованных оперных сцен в мире. А есть у тебя какие-то мечты помимо профессии? Да, я хочу слетать в Милан, в Париж. На шопинг? Да. Ксения, кто сегодня с тобой пришел в студию? Со мной пришли в студию мама, сестра и дедушка. Добрый вечер. А какие уже успехи? Есть какие-то награды у вас? Конечно, есть. Она участвует в конкурсах, в международных конкурсах. Гран-при получала вот недавно. Прекрасно. Сергей Николаевич, вы хотите что-то сказать? Ну, хочу сказать, что я считаю, что моя внучка лучше всех. Правильно, вот. Но я в этом не сомневаюсь. Скажи, Ксения, а ты на каких языках поешь? Пою я на итальянском, есть на немецком, есть на русском. Все, пока. А как, ты просто вот так вот тупо заучиваешь, что ли? Нет, я учу слова, понимаю слова, я их смотрю, перевод. А, ну все-таки не так, что прям абракадабру какую-то, да? Да, конечно. А если забываешь итальянские слова, вставляешь пицца, паста, ну все равно же никто ничего не поймет. Нет. Ты нам споешь сегодня? Ты готова? Да. Мы тебя приглашаем на нашу скромную оперную сцену. Ксения Мосина, прошу. Сынок, мир и далек, полны качают наш челнок. Я погадаю здесь до рассвета, много ли в сети рыбки и придет. Ты подрастешь, будешь пригошь, в море сетями сам пойдешь. Вот ужинают призраки ночи, спи, мой сыночек, скоро заря. Ксения Мосина! Ксюша, ты нам сейчас исполнила замечательно колыбельную, но, скажем так, без антуража. Все-таки мы бы хотели, чтобы ты сегодня была настоящей оперной дивой. Ради тебя мы сейчас построим наш собственный Большой оперный театр. Прямо здесь. Как тебе такое предложение? Отличное предложение. Пойдемте. В оперном театре лучше всех выступает мировая дива Ксения Мосина. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон» 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 И ты вообще как цветок. Лен, сколько тебе лет? Шесть. Как ты думаешь, а мне сколько лет? Тридцать. Тридцать? Спасибо. Ты мне нравишься, Лена. У тебя какое-то особое отношение с цветами, да? Да. Беньки плету. Еще обычно мы с мамой композиции делаем. Лен, вот если я хочу подарить человеку букет, дав понять, что мы друзья. Какие там должны быть цветы? Может быть розы или чипаны. А если я хочу, например, подарить букет, чтобы человек понял мой намек? Пора вернуть долг. Какие там цветочки должны быть? Репей, крапива, кактус, да? А с кем ты приехала, Лен? С мамой. Как зовут маму? Наташа. Она тоже флорист, да? Да. Здравствуйте, Наташа. Вы флористикой, Наташа, занимаетесь профессионально, да? Нет, не профессионально, это увлечение. А, а по профессии вы? По профессии я юрист. Юрист-флорист. Юрист-флорист, это редкое сочетание. Вы иногда говорите клиенту, я вам в этом деле помочь не могу, но вот вам веночек. Только не траурный, на голову симпатичный, конечно. Лен, я предлагаю с тобой продолжить разговор, но одновременно ты нам начнешь показывать, как ты плетешь веночки. Хорошо? Угу. Идем. Леночка, кто рассказывает, что мы сейчас будем делать? Венок. На голову? Да. На чью голову? На вашу. Ты знаешь, Лен, мне никогда еще не делали венок, и слава богу. Ну, допустим, это будет праздничный венок на мою голову. Так вот закручиваю. О, хорошо. Как ты думаешь, куда я смогу пойти в этом венке, Лен? Не знаю. Ну как, ну подожди, мне же надо куда-то выйти в свет. Я же буду всем говорить, заказывайте у Капельчук. А если я в фитнес-клуб приду в этом венке, как вы думаете, какая будет реакция? Вот такая. Правильно. Давай я помогу тебе немножко. Я правильно понимаю, мы вот так делаем, а потом вот и так вот вплетаем, и зацепить надо за предыдущие, да? Да. Угу. О, смотри, я опытный флорист. Угу. Так. Теперь гипсофилу. Теперь гипсофилу. Хорошо. И вот сюда вот так. Какой следующий цветок выберем? Ну, можно желтого. Правильно. Я тоже так считаю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Угу. Так. Давай дальше. Даже можно анимон. Так. Я держу. Следующий. Розовый. Угу. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А, мы еще лентами завяжем? А, мы еще лентами завяжем. Да. Ммм. Завязывай банг вот здесь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Лен, я не знаю уже варианты, но ты плелашь до этого венки? Да. Кому? Бабушке, маме, папе. Папе, отлично. Все-таки я не первый, да? Да. Я тебе хочу сказать без шуток. Получился у нас с тобой потрясающий венок. АПЛОДИСМЕНТЫ Вручай мне венок, а я его надену. Давай, вручай. Только надо обязательно вручать венок с какими-то добрыми словами. Придумай, что мне сказать. Давай. А это вам. Мне? Вам. А за что? Просто так. Просто так? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нормальным совсем. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Спасибо, Леночка. Замечательный подарок. Очень красиво. Так, Лен, слушай. Ведь на цветах еще и гадают. Правильно? Да. Я предлагаю тебе спуститься к дивану и немножко погадать. Согласна? Да. Да, пойдем. АПЛОДИСМЕНТЫ Лен, дорогая, все это время в нашей специальной оранжереи рос особенный цветок. Это ромашка-предсказательница размером 3XL. В нашей стране есть только одно событие, которое можно предсказать исключительно с помощью ромашки. Это игра сборной России по футболу. АПЛОДИСМЕНТЫ Скоро всем нам предстоит важное мероприятие. Это чемпионат мира по футболу, который будет проводиться в нашей стране в 2018 году. И поскольку устами младенца, как известно, гласит истина, мы попросим тебя отрывать лепесточки. И какой останется последним, такой и будет прогнозом для нашей сборной по футболу на чемпионате мира в 2018 году. Поняла? АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, гадание начинается. Лен, отрывай первый лепесток. Раз. 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 Итак, смотрите-ка, наша сборная точно выйдет из группы. АПЛОДИСМЕНТЫ То есть, уже мы оторвали вероятность того, что мы не выйдем из группы. Слава богу. Так, продолжаем, Лен. Давай, какой лепесток? Вот этот. Два. Ммм, точно мы не закончим на одной восьмой. Прекрасно движемся. Так. Три. О, нас точно не ждет. Дисквалификация. АПЛОДИСМЕНТЫ Так. Ну, давай. Четыре. Мы точно не вылетим в полуфинале. АПЛОДИСМЕНТЫ Осталось два лепестка. Пять. К сожалению, в финал мы не выйдем. АПЛОДИСМЕНТЫ Последний лепесток. Давай. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, по предсказанию Лены Копельчук, сборная России покинет чемпионат в одной четвертой. АПЛОДИСМЕНТЫ Нашей сборной по футболу. Россия чемпион! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Лен, ты прекрасная, замечательная девчонка, которая разбирается в цветах. И самое главное, что ты лучше всех! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ЛАРИС Елена Копельчук, которая лучше всех! АПЛОДИСМЕНТЫ Голосуйте на сайте 1tv.ru за самого талантливого малыша страны. Ребята ждут ваших голосов и комментариев ВКонтакте. АПЛОДИСМЕНТЫ Раньше считалось, что максимальную скорость ребенок развивает от маминого кошелька до киоска с мороженым. Но оказалось, что рядом с нами живет мальчик, который не просто лучше, он быстрее всех! Покоритель виражей, бесстрашный гонщик Макар Железняк! АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, Макар! Привет! Привет, садись! Слушай, ну какой ты крутой, я тебе хочу сказать! Можно у тебя взять шлем, положить его рядом? Макар Железняк, это твой персональный шлем? Да! Круто! Напомни, сколько тебе лет? Шесть! Шесть лет всего лишь? И сколько ты уже гоняешь вот так? Два года! С четырех лет? Да! Ну это феноменально! АПЛОДИСМЕНТЫ А кто с тобой сегодня приехал? Расскажи! С папой! Как папа зовут? Рома! Здравствуйте! Как вы рискнули посадить Макара в картинг? Ну, дело в том, что это не я рисковал, это он рисковый парень! А вы сами-то увлекаетесь таким видом спорта? К сожалению, нет! Очень бы хотел! Макар, а почему тебе понравилось вообще вводить картинг? Что тебе в этом нравится? Ну, гонять и выиграть первые места! А ты уже что-то выиграл? Ну да! Что? Кубки! У тебя уже кубки есть? Да! А можно их вынести, кубки? Можно! Ну, это очень круто! У нас, кстати, есть ролик, между прочим. Давай посмотрим вместе с телезрителями? Да! Давай! Вот здесь экран! Я как домой, я хочу стать гонщиком Фома Мэйди! Вот моя машина! Я люблю выигрывать! Первым стал железняк вонарь! Круто! Круто! А я правильно понял, что ребята, которые стояли на втором и на третьем месте на пьедестале, они старше тебя? Ну да! То есть ты младший, а занял первое место, да? Да! Потому что я больше не тренировался! А ты вот с самого начала был бесстрашный такой? Ну, когда я первый раз, то тогда я боялся там ездить, потому что это был первый раз, когда я садился в картик! А как девчонки на тебя реагируют? Ну, они ничего мне не верят, конечно! Не верят, да? Да, все мальчики верят! Может, прям подъехать к какой-нибудь девчонке, которая нравится, прям вот на этом картинге? Дать дыма из-под колеса, так? Да! А скажи, что-то происходит в твоей жизни, кроме гонок? Ну, да, я занимаюсь еще плаванием, балабанами, занимаюсь и гимнастикой еще! И гимнастика еще? Да! Я умею больше не плавать не на воде, а под водой умею плавать! Ныряешь хорошо, да? Да! Две минуты! Теперь не нагляю! Две минуты под водой? Да! Есть ли в твоей жизни сон? Да! А встаешь ты во сколько? Вот когда тебе на плавание надо, во сколько ты встаешь? Сейчас ночь! Рома, что происходит? Куда вы готовите ребенка? В спецназ, да? Ну, надо быть готовым ко всему. Ну, да. Особенно туда, куда он наметился. А куда он наметился? На Формулу-1. Там же без плавания и без барабанов никак. Макар, ты мечта любой девчонки. Ты барабанщик, пловец и гонщик. Мне кажется, кое-кто реализует в сыне свои несбывшиеся мечты. А мы можем подойти к твоей машине? Ты мне расскажешь немножко про нее, ладно? Да. Пойдем. Значит, это картинг, прям как у взрослых здесь все устроено, да? Да. Где здесь двигатель-то, я даже не вижу. Вот это сбоку? Ага. Так. А это что такое? Руль. А вот на руле это что за устройство такое? Ну, там нужно смотреть, сколько скорости я еду. Ага. А шины здесь какие-то специальные? Да. Слушай, ну это очень крутая машина. Как у взрослого. Просто настоящий автомобиль. Макар, я хочу всей стране показать твое умение водить автомобиль. Но, к сожалению, я тебе не могу составить конкуренцию. Ты это понимаешь, да? Да. Да. Поэтому я приглашаю сюда первого российского гонщика в формуле 1. Первого российского гонщика, поднявшегося на пьедестал в королевских гонках. Виталия Петрова самого. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Привет. А я Виталий зовут тебя, как? Аминь, Макар. Аминь, Макар. Очень приятно. Здравствуй, Виталий. Здравствуй. Спасибо большое, что вы пришли к нам. С какого возраста вы начали ездить за рулем? Пяти лет. Макар вас немного опередил, он с четырех. Сейчас я предлагаю устроить настоящее соревнование. У нас есть, пусть не настоящее кресло автогонщика, но тем не менее, видеосимулятор. А это уже немало. Итак, сейчас произойдет квалификация Макара Железняка и, как это ни странно, Виталия Петрова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Правее, правее, еще рули, еще рули Давай газ Виталий, как идет заезд? Очень хорошо, все очень без ошибок пока Я даже сам удивляюсь, как у меня так получается А что значит без ошибок? Он правильно входит в повороты? Повороты правильно тормозит и очень вовремя открывает на газ, его не заносит Давай, давай, все, на газ можно, можно Тормозим Плавно поворачиваем, поворачиваем, поворачиваем еще Газ Слушай, какая азартная вещь Давай, молодец, молодец, разгоняемся Давай, 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 финиш, полный газ Полный газ, полный газ, и финиш И финиш Молодец Минута 31 и 100 37 Минут 37 и 100 Ну а сейчас Квалификационный заезд для Виталия Петрова На старте, а не марш! Так Мне страшно, подождите Как вам, Виталий? Непривычно? Ну, как-то да Я первый раз на самом деле играю, мне очень нравится Первый раз А не опасный поворот Шумащего На, смотри как В Петров-то несется, а И как мы выходим на финишную прямую? И как мы выходим на финишную прямую? Так. Я сейчас спасел. Одна минута, 17 секунд, 956 тысячных. Ну что же, Виталий, вы на 20 секунд опередили нашего Макара, но учитывая, что вы его на почти 28 лет старше... У него все впереди. Да, я думаю, что у него все впереди. Ты будешь заниматься автоспортом? Да. Макар, пойдем на сцену. Прошу тебя. Ну что ж, это было прекрасное соревнование. Нравилось? Мы сейчас с тобой погоняем обязательно. Виталий, а правда, что у вас есть специальная программа по мониторингу юных гонщиков? Да, в нашей программе находятся уже более 50 человек, автогонщиков, которые выступают по всему миру. И также мы следим за маленькими детьми. И я тебе обещаю, что я буду за тобой следить. Как ты будешь выступать. Не знаю, радоваться или нет тому, что за Макаром теперь буду следить. Но я хочу сказать бесспорно, Макар Железняк лучше всех. Медаль в студию. Виталий, повесьте медаль нашу. У меня есть себе подарок. Подарок от Виталия Петрова для Макар Железняка. Смотри, это тебе гоночные перчатки, чтобы ты в них гонял. Ничего себе. Смотри, а здесь еще у меня есть мини-шлем мой с автографом тебе. Ух ты. А также есть мои настоящие гоночные перчатки, которые я выступал в Формуле-1, и я дарю их тебе. Спасибо. Это настоящий раритет. Макар Железняк лучше всех. Мы благодарим Виталия Петрова. Спасибо большое. Пойдем. В ее руках оживают такие обычные предметы, как мяч, лента и булава. Но она и не маг, и не иллюзионист. Она надежда и ближайшее будущее российской гимнастики. Ульяна Травкина. Прошу, Ульяна. Ульяна, ну какая ты красавица, я тебе хочу сказать. Спасибо. Да, а глаза какие у тебя красивые, а платье красивое. Боже мой. Я тебя похвалил, теперь ты меня хвали. У вас бабочка красивая. И все. И вы сами красивые. Ну ладно. Оставайся тогда уже, Ульяна, тут на диване. Как давно ты занимаешься художественной гимнастикой? Почти шесть лет уже. Это тяжело вообще заниматься художественной гимнастикой? Там же режим какой-то, да? Ну да. Ну я не знаю, тебе можно там есть все, что ты хочешь? Нет. Ты сколько весишь-то? Это секрет. Нет, понимаешь, если бы я у взрослой крупулентной дамы спрашивал, сколько она весит, я понимаю, если бы он сказал, это секрет. Но ты-то что скрываешь? Неужели ты должна весить еще меньше, чем ты весишь? Да. Ну ладно. Ну да. Сколько ты должна весить? Я должна весить 22. Знаешь, есть люди, которые мечтают сбросить всю тебя. Вот столько им надо сбросить, чтобы весить более-менее нормально. А ты подумаешь там, ну 3-4 килограмма. Господи. Два дня не поешь и будешь весить 19. Ты себя так уж не гноби. Мне кажется, у тебя нормальный вес. Вообще надо поменять уже эти требования. Что такое? Ты не можешь булаву поднять или что? С мечом прыгнуть? Зачем тебе надо весить именно 22? Кто это придумал вообще? Все индивидуально. Ты так и скажи. Все индивидуально. Я хочу быть пышечкой с лентой. И так покатилась, покатилась, покатилась. Так, с питанием я понял. Сколько раз надо тренироваться в день? Один по шесть часов. О, господи, боже мой. Хорошо. Ульяна, а с кем ты сегодня пришла? Кто тебя сопровождает? Мама Таня, папа Леня, брат Дима и тренер Мель Хакина. Здравствуйте. Расскажите об успехах Ульяны. На сегодняшний день Ульяна член сборной команды ОФСО «Авангард». Она призер и победитель международных и всероссийских турниров. Круто. Какие у тебя спортивные достижения? У тебя, может, разряд какой-то есть уже? Первый взрослый. Первый взрослый? А как может быть в 11 лет первый взрослый разряд? Такой бывает, да? Да. А ты что-то выигрывала уже, да, я так понял? Да. У тебя есть награды, призы. Да, много у тебя? Да. А мы можем на них посмотреть? Да, конечно. Внесите нам призы Ульяны Травкиной. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ О-о-о-о! АПЛОДИСМЕНТЫ Да-а-а, это целое сокровище! Слушай, ты чего, ограбила ювелирный магазин? Нет. Это все твои призы? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Я могу покопаться в твоем чемодане? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А вот это что за большой кубок такой? Первое место. Всероссийские соревнования по художественной гимнастике. Русская матрешка. 2016 год. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это интересный какой-то кубок. АПЛОДИСМЕНТЫ Это из Италии. Из Италии. Мини-турнамент. Турнамент. Турнамент. АПЛОДИСМЕНТЫ АССОЦИАЦИАЦИОНЫ СПОРТИИВА. Хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажи мне сразу, тут такое количество кубков, я уже не говорю про медали. Какой из них самый крутой? Чем ты гордишься больше всего? Ну их несколько. Ну покажи, какие. Сейчас. Ага, некоторые сборные призы. Красивый, кстати, приз. АПЛОДИСМЕНТЫ Ага, это греческий приз. Это в 2017 году ты выступала в Греции, да? Да. А что это за соревнования в Греции были? Элегант Кап. И ты тоже выиграла? Да. Красиво. Ну что ж, я тебе хочу сказать, Ульяна, меня впечатлили твои призы. И хотелось бы теперь получить удовольствие от твоего выступления. Прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ На нашем гимнастическом ковре надежда российской художественной гимнастики Ульяна Травкина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ульяна Дорогая, я поражен твоим невероятным выступлением. Мы тебя благодарим за то, что ты украсила сегодняшнюю программу. Своим участием это тоже тебе от нас. Ульяна Травкина! Ульяна Лучше всех! Спасибо, Ульяна, прошу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В нашей студии главный знаток контурных карт. Исследователь глобуса. Властелин широты. Командир долготы. Самый маленький географ Егор Куницкий. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, Егор! Садись! Надоело быть маленькими, маленькими, маленькими. Надоело быть маленькими. Ну как настроение? Отлично. И у меня тоже отличное настроение. Сколько тебе лет? Шесть с половиной. Вот эта половина, нужна нам сейчас ее упоминать, эту половину, понимаешь? Я тебе сейчас объясню. Нам выгоднее, чтобы ты был помоложе, понимаешь? Потому что ты очень умный, умный мальчик такой. И чем тебе меньше лет, тем ты эффектнее выглядишь, понимаешь? Такой, ой, ему всего... Давай я спрошу заново, ты скажешь, что тебе четыре, хорошо? Да. Егор, а сколько тебе лет? Четыре. Такой юный и такой смышленый. Надо же. А в каком году ты родился? В 2010-м. Так, подожди, Егор. Мы же с тобой договорились. Так, если тебе четыре года, давай соображаем. В 2013-м. В 2013-м году родился. Хороший год. Уникальный четырехлетний знаток... Чего ты знаток? География. Географии знаток. Ну ладно, кроме шуток. А почему география-то? Не знаю, но как-то вот... Я начал вот... Научился читать, начал читать энциклопедии. И мне стало интересно строение Земли. Мама с папой купили мне глобус. Я там все континенты выучил. И мне захотелось узнать страны. И мама с папой купили мне политическую карту. У меня тоже висела политическая карта мира над кроватью. И я знал все страны. Кстати, у меня тоже над кроватью. Мама с папой здесь сегодня? Да. Как их зовут? Представь. Мама Ксения и папа Дмитрий. Расскажите нам немного о Егоре. География это не просто его хобби. Это действительно его жизнь. И даже в свободное время он занимается только географией. Он рисует флаги. Он изучает рейтинги стран. Он смотрит, где уровень жизни выше, где ниже. Сколько ВВП на душу населения. То есть это все его интересует. Ксения, может просто Егор собрался переезжать из Минска куда-то? Вы знаете, несмотря на то, что он хочет побывать во всех странах мира, он всегда говорит и нам, и всем, что любит Минск. И жить собирается только там. И учиться собирается только там. И Беларусь его любимая страна. Молодец, мальчик. Очень хороший мальчик. Если отвлечься от твоих уникальных знаний, что-то тебя роднит с обычными мальчиками твоего возраста? Нет. Ну как? Ну ты, я не знаю, в футбол играешь? Ну, бывает иногда. Ну вот уже. Комиксы любишь? Да так, не очень. Не очень. Так. А девчонки обращают на тебя внимание? Да. Я так и думал. А у тебя есть какая-нибудь подруга, может быть? В школе, да. Две. А ты когда выбор собираешься делать? Ну вот, когда решу, вот какая все-таки больше нравится, тогда и сделаю. Правильно ли так вот пользоваться женским терпением? Ну, наверное, все-таки нет, но я не могу так. Я сдержаться не могу. Я просто думаю, ты же в итоге разобьешь одно из них сердце, да? Ну да. Егор, вот в принципе, все нормально, только на будущее дам тебе совет. Вот ты когда говоришь, что это нормально, что ты одно из них разобьешь себе сердце, хотя бы не улыбайся. Ну да, вот, ну так, сочувствуй. Да. Ну типа, вот смотри, ты так сделай. Вздохни и скажи, это жизнь. Это жизнь. Егор, я думаю, пришло время показать всем твои знания, да? Да. Итак, ты сейчас будешь угадывать страны только по их контуру. Ну что же, давайте проверим, на что способен Егор Куницкий. Пойдем. Вот простые правила твоего конкурса. Да. Сейчас на экране ты будешь видеть контуры стран. Да. За каждый правильный ответ кресло будет поднимать тебя на небольшую высоту. Ты не боишься? Нет. За каждый неправильный ответ тебя катапультируют на другой канал. Шучу. Короче, когда ты упрешься в осветительный прибор, мы поймем, что конкурс пора заканчивать. Да. Ну и хорошо. Вот наш мир, планета Земля, карта, очертание. Испания, столица Мадрид. О. Да, действительно. Испания. Правильно. Так. Следующее задание. Аргентина. Столица город Буэнос-Айрес. Государство находится в Движной Америке. Действительно. Егор, ты все выше и выше. А причем, смотри, они перевернутые. Так и не догадаешься? Да. Бенин. Столица Портанова. Государство находится в Африке. Так, вот это что? Австралия. Столица Камбера. Государство находится в регионе Австралии и Океане. Правильно. А это что? Саудовская Аравия. Столица город Рияд. Государство находится в Азии. В Евразии. Егор, ты уже выше меня. Так, давай дальше. Ямайка. Столица Кингстон. Государство находится в Северной Америке. В Карибском бассейне. Да, действительно. Правильно. Ну, ты просто мозг. Следующее задание. Эквадор. Столица город Кита. Государство находится в Южной Америке. Ага. Зимбабве. Столица город Хараре. Государство находится в Африке. Хараре. Ой. Россия. Столица Москва. Государство находится в Евразии. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Действительно. А ты под любым углом угадываешь очертания, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Вообще. Я бы так и не догадался. Круть. Ой. Канада. Столица города Тава. Государство находится в Северной Америке. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мощно. А что она такая дырявая, Канада? Это там много озер очень. А. Если взять все озера в мире, то в Канаде их больше, чем все озер в мире взятых. АПЛОДИСМЕНТЫ Да ладно? АПЛОДИСМЕНТЫ Вообще. Следующая страна. Колумбия. Столица города Санта-Феда Богатар. Государство находится в Южной Америке. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ты уверен, да? Точно? Да. Да, правильно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как это вообще можно запомнить? Давайте задание нам какое-нибудь. Франция. Столица города Париж. Государство находится в Евразии. А это что там вот маленькое? Это остров Корсика. Ага. Все-то ты знаешь. А кто там родился на Корсике? Эээ, Наполеон. Молодец. Правильно, Франция. Ой. Шри-Ланка. Столица города Шри-Джеварда на Поракотте. Государство находится в Евразии. Правильно. АПЛОДИСМЕНТЫ А скажи, вот когда я был маленький, мы это называли просто Коломбо. Это англичане назвали столицу, но потом шри-Ланкицы захотели свою столицу. А научи меня произносить это. Как еще раз? Шри-Джая-Варда-Непура. Котте. Ты такой учитель талантливый. Шри-Джая-Варда-Непура. Джая-Варда-Непура. А, Варда-Непура. Угу. Шри-Джая-Варда-Непура. Да. Как будто мы ругаемся с тобой. Шри-Джая-Варда-Непура. А ты мне ответь какой-нибудь другой столицы. Трудным городом. Да, трудным городом. Давай. Тиру-Лан-Ан-Тапура. А это что? Уругвай. Столица город Монт-Видея. Государство находится в Южной Америке. Батюшки, я его в гриме, ты и не узнал. О. Куба. Столица город Гавана. Государство находится в Карибском базине в Северной Америке. Правильно. Егор, ты где? Видишь меня? Да. Молодец. А вот интересно, я определю хоть что-то. Давай, а ты меня... Подожди. Я сейчас... Не говори ничего. Да. Так. Я сначала скажу, где это. Это точно в Африке. Верно. Это в Сахаре, потому что только в Сахаре так отрезали вот слева, вот так вот, прямо вот, по линейке прямо. Значит, это... Может, это Судан? Неверно. Так, сейчас, подожди. Это не Алжир? Нет, не Алжир. Алжир такой жирный такой. Так, это не Судан. А, может быть, это республика Чад? Неа. Так, значит, ну, с Сахарой определился. Так, Судан, Чад. Может, это какой-нибудь Нигер? Неа. Нигерия? Неа. Ну, это ж не Эфиопия? Неа. Сейчас, 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 сейчас. А может, это Египет прямо уже? Нет, не Египет. Так. Ну, это ж не Ливия? Неа. Нет. Мне ничего не осталось уже. Может, это какой-нибудь Мозамбик? Неа. Нет. Но уже близко. А, значит, это Намибия. Верно. Ура! Так, а еще можно одно задание? Можно. Можно. А, ну, это Чили. Верно. Столица Сантьяго, Южная Америка. Да. Потрясающий географ Егор Кунеевский. Лучше всех. Егор, молодец. Поднялся, можно сказать, на самые вершины в нашей программе. И достоин оваций. Лучше всех. Лучше всех. Лучше всех. Медаль в студию. Я тебе могу сказать, что ты сразил меня своими знаниями. Ты большой молодец и действительно знаешь географию на зубок. И для твоих шести с половиной лет это фантастический результат. Егор Кунеевский. Лучше всех. Спасибо, Егор. Невероятно пластичная. Невозможно артистичная. Неописуемо классная. И просто самая танцевальная девочка из Астаны Ариша Кулагина. АПЛОДИСМЕНТЫ Ариша, здравствуй. Здравствуйте. Как дела? Спасибо, хорошо. Ты очень красивая, я тебе хочу сказать. Спасибо большое. Ариш, почему именно танцами ты увлеклась? АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что это прям радостно очень танцевать. Думаю, что танцами можно заниматься бесконечно. Ариш, а с кем ты сегодня приехала? Я приехала с мамой. Как ее зовут? Оксана. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Расскажите немного об Арише, об ее увлечении танцами. Может быть, раскрою небольшой наш секрет. Ариша плохо слышала с рождения. И мы решили пойти на танцы для того, чтобы она видела, что детки умеют двигаться под музыку. Сразу начались у нас быстренько победы. Как-то она быстро начала понимать, что от нее требуется. А насколько это была сложная проблема со слухом? Очень сложная. Практически глухой ребенок. И то есть танцы помогли Арине, да? Слух, какой был, какая потеря была, такая и есть. Это не меняется и не изменится в лучшую точную сторону. Это помогло ей быстрее ориентироваться, быстрее соображать, запоминать. Ты вообще молодец. Спасибо. А ты и по губам умеешь читать, наверное, да? А? Да. Умеешь читать по губам, да? Да, иногда бывает. Папа или мама начинают говорить, но они вслух могут говорить, все равно я не услышу, и я понимаю по губам. Слушай, так от тебя ничего не скроешь. А что за чемпионаты, в которых ты участвовала? Что это за соревнования были? Эти соревнования, как в разных странах, бывает Чехия, у нас даже в Казахстане, в Астане есть такой чемпионат. Сюда приезжает много танцоров из Европы и Задии, они приезжают и участвуют. Большие соревнования для всех. А какое направление танцевальное у тебя? Ну, сначала я танцевала барные, восточные танцы, потом мне посоветовала мама пойти в ватинг. Это уличный стиль. Ватинг? Да, да, да. Это по-английски так считается. А потом после ватинга я пошла все в остальные стили. Это поппинг, хип-хоп, хаос, чуть-чуть еще вок танцую, лотинг. Ага. А что такое все-таки ватинг? Это Дитка, как танцевали в 90-х годах. Угу. Ну, я не так хорошо знаю о нем. Ну да, это древность, когда это было-то. Ариш, ты нам что-то сегодня покажешь? Да, буду танцевать. А под кого ты будешь танцевать? Под какую музыку? Конечно, под моего любимого танцора-певца. Он танцует и поет. Монатик. А ты прям, ну, поклонница Монатика, да? Да, обожаю. Ну, ты знаешь все его песни, да? Угу. Понятно. Сейчас будет тот самый ватинг, да? Нет, сейчас будет некоторые стили там ватинг, хип-хоп, хаос, вок. Посмотрим на твое выступление? Угу. Ну что ж, дорогие друзья, на сцене Ариши Кулагина. Прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Арина Кулагина! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поэтому он записал для тебя видеообращение. Давай вот сюда отойдем и посмотрим на экран. Давай. Здравствуйте, уважаемая и потрясающая Арина. Я буквально недавно о вас узнал и, признаюсь честно, пересмотрел все ваши видео. Я просто поражен, потрясен, вдохновлен и искренне нахожу и считаю вас настоящим примером для подражания не только для подрастающего поколения, но и для нас, взрослых, и для поколения гораздо старше, для всех. Вы большой пример. Я просто не то, что прошу, я призываю вас дальше развиваться в этом деле и продолжать радовать наш взгляд, вызывать у нас такие эмоции, которые я ощутил, потому что это просто что-то невероятное. Я скоро буду в Астане, я знаю вы оттуда, поэтому если вы удостоите меня такой чести, я бы очень хотел увидеться с вами лично, познакомиться поближе. Поэтому приглашаю вас на концерт и уверен, у нас получится с вами еще и спеть, и станцевать. Продолжайте вдохновлять нас. Спасибо большое. Мне кажется, нечего добавить, кроме как вынести медаль в эту студию. Так, Ариш, вот наша знаменитая медаль для тебя. Спасибо большое. Спасибо большое. Свисты. Да, и смотри, в подтверждении слов Монатика, вот билет на его концерт в Астане на двух человек. Для тебя можешь пойти с мамой, с кем захочешь. Спасибо большое. Ариша Кулагина. Лучше всех. Спасибо. Прошу, Ариш. Спасибо. Это был последний гость сегодняшнего выпуска, но уже через неделю в этой студии вас снова будут ждать самые крутые малыши страны и я, Максим Галкин. Увидимся на Первом канале. Не спешите взрослеть. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.